Сегодня у меня великая привилегия быть вместе с вами и рад, что вы пришли, рад всем, кто нас смотрит. Вот мы говорим по теме «Школа семьи», мне выпала такая честь говорить о самом, так скажем, таинственном вопросе, который есть вообще в этой теме, это помолвка. Это помолвка. Как говорил Михаил, все здесь в нашей жизни происходит внезапно, и как мы думаем, и я никогда не думал, что мне предстоит говорить на эту тему, так как я уже давно был помолвлен и давно женат и уже забыл, что это такое. Но, судя по всему, это крайне необходимая тема для многих других людей, поэтому я рад, что эту тему надо освежить. Мне нравится фраза Мартина Лютера, который сказал однажды «Нет союза ближе, чем счастливый брак». «Нет союза ближе, чем счастливый брак». Знаете, другой человек, он привел такой пример, и я решил просто цитировать его. Каждый из нас знает, что решение вступить в брак – одно из самых важных решений вообще в жизни. Вот самое важное решение – это, конечно же, вступление в брачный союз. Оно важнее, мне вот понравилось, что этот человек перечислил. Важнее, чем куда пойти учиться. Многие образованные люди несчастны в жизни. Очень многие образованные, с несколькими образованием, они несчастны в жизни. Дальше он добавляет, брак важнее карьеры. Многие устроились на хорошую работу, но они несчастны в жизни. Также он добавляет, брачный союз важнее, чем получать огромную зарплату. Потому что точно так же очень многие, имея большие деньги, несчастны в жизни. Также очень важно, он подчеркивает, брачный союз важнее того, где ты приобретешь себе жилье. Знаете, брачный союз – это одно из самых важнейших благословений Божьих. То, что мы читаем в Священном Писании, настолько потрясает своей глубиной, что если Бог не созиждет дома, напрасно трудится страж. Напрасно. То есть, если Бог не созиждет, если Бог созиждет, то невозможно его разрушить. Нить втрое скрученной не вскоре порвется. Нехорошо быть человеку одному. Брак – величайшее благословение. Хотя в русском языке это, конечно, говорит, как говорит один мой веселый друг, он говорит, хорошее дело браком не назовут. Но давайте называть тогда вещи своими именами. Это завет. Завет между двумя людьми. Завет между двумя людьми. И здесь можно много о чем поговорить. Я даже приготовил целый лист в своем конспекте, чтобы объяснить вам нескольких таких простых вещей, которые сегодня очень популярны. Потому что брачный союз или брачный завет – это прежде всего не союз двух половинок. Сегодня все как-то очень… Вот это моя половинка, а ты вот моя половинка. То есть, я не буду цитировать вам Фаину Георгиевну Раневскую, которая тоже не верила в эту фразу. Потому что она говорила, что есть половинка таблетки, половина мозга, еще чего-то. Но я, говорит, никак не могу себе представить половинкой. Я цельная личность. Это популярная мысль. Особенно сегодня очень верующие. Они насмотрелись кино, а это моя половинка. И вот это сердце в день влюбленных. Но о чем это говорит такая фраза? То есть, если ты половинка, и ты вот такой несчастный, ты пытаешься стать счастливым за счет другого. Брачный союз заключается между двумя равными партнерами в этом союзе. То есть, это невозможно. Женщина не ниже мужчины, мужчина не выше, не ниже. Это равные партнеры, которые вступают в этот союз. И он стоит на позиции равенства. Вспомните, что мы спасены с вами благодаря завету. Благодаря завету, который заключил Отец с Иисусом Христом. Равные заключили завет. А нас в этот завет просто вписали. Этот завет не с тобой. Потому что ты не равен с Богом. Бог заключил завет с Иисусом Христом. И этот завет скреплен не нашей кровью. Этот завет скреплен кровью Иисуса Христа. Но об этом вам Илья больше расскажет. Я вернусь к теме, к которой так хочу уйти. Помолвка. Помолвка. В притчах написано. Я не поленился сегодня и пересмотрел все места Писания. И это место Писания мне удивило больше всего. Удивило больше всего. И хотел бы его вам прямо аж прочитать. В 19 главе, 14 стих. Дом и имение – наследство от родителей. А разумная жена – от Господа. Жена – это Божий дар. Если ты думаешь, чем Бог награждает тебя, мужчина, Он награждает тебя разумной женой. То, что мы читаем в Бытие, 2 главе, 18 стихе, просто потрясает. «И сказал Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственно ему». Что здесь важно увидеть? Одиночество – это одно из самых главных проблем человека. Одиночество. И чтобы разрешить эту проблему, Бог дает помощника. Бог дает помощника. Вот это решение. Здесь мы видим несколько моментов. Прежде всего, как я сказал, нехорошо быть человеку одному, а во-вторых, помощник соответственный. Вот это слово «помощник» в септуагинте здесь звучит как «войфон». Что оно означает? Там два значения – идущий или приходящий на помощь. И второе – помощник, заступник, защитник. Не «айфон» только, очень важно понимать, а «войфон». То есть это тот, кто приходит на помощь. Удивительно, что мужчине, человеку была дана помощница, которая приходит на помощь. И вдобавок она потрясающая. Я не знал. Вы, наверное, знали, а я не знал. Это слово переводится как «защитник», «заступник». Сейчас понимаем, почему то, что произошло в третьей главе, настолько страшно, что его заступника, защитника обманули. И это защитник и заступник точно так же сам поддался на все эти уговоры. То, что очень важно увидеть для нас с вами, что проблема – это решается, вот это одиночество, именно как раз в брачном союзе. В брачном союзе. Что мы видим здесь в бытие во второй главе? Вот когда речь идет о помолвке, о выборе, что мы видим? Самое главное – все девушки и женщины, которые когда-то вступят в помолвку. Вот что надо смотреть в мужчине. Вот что надо увидеть в мужчине. Вначале Бог мужчине дает работу. Потом Бог дает жену. И никак не наоборот. Первый принцип помолвки. Так и запомните. Вначале работа, потом жена. Если мужчина без работы, пусть вначале найдет работу. Если у него нет работы, он не имеет права жениться. Пусть он сидит и мечтает. Очень важно, что предложение руки и сердца. Я буквально узнал совсем недавно, что я должен рассказывать вам о помолвке. И я был удивлен, что же я знаю вообще об этом. И что же знают мои друзья. Я звонил всех пасторов. Я спросил, что там у вас с помолвкой. Что вы говорите о помолвке. Что вы думаете о помолвке. Нужна ли помолвка. Сколько времени надо быть в помолвке. Со скольки лет вы разрешаете быть в помолвке. До скольки лет возможно быть в помолвке. То есть я интересовался всеми вопросами в очень короткий промежуток времени. Поэтому если моя речь будет сумбурна, то поймите, я не успел систематизировать весь тот поток информации, что есть, вылился на меня за короткий промежуток времени. Ну, поделюсь с вами просто несколькими идеальными моментами в помолвке. Что очень важно. Я узнал, случайно, у меня есть друзья, которые хорошо разобрались в этом вопросе. Они слушали одного замечательного проповедника. И он рассказывал, что очень важно. В нашей стране институт помолвки или обручения, он практически отсутствует. Люди считают уже помолвкой то, что они поздоровались друг с другом. Поэтому второй пункт, который очень важен уже для мужчин. Первый пункт женщины. Помните, что мужчина вначале должен иметь работу. Если нет работы, нет семьи. Нет работы, нет семьи. Любовь здесь вторична. Вторична, вторична, потому что это не влюбленность, это брачный союз, это брачный договор. Второе, что очень важно, что очень важно отметить мужчины, если женщина тоже лентяйка, тоже лентяйка, тоже не женитесь на такой. Если она только смотрит на себя в телефон, фотографирует себя, и она ничего не может сделать, никак хозяйство вести не может, не думая с ней о брачном союзе. Вот, в принципе, это очень важные моменты. Но возвращаясь вот к этому серьезному проповеднику, который рассказывал о том, как вступают вообще в союз христиане, он отметил удивительную вещь. Для меня лично она была интересна, потому что новая, я никогда об этом не слышал, потому что я полностью ее нарушил, поэтому надеюсь, те, кто в будущем будут вступать в помолвку, это поможет вам. Вот как надо правильно. Потому что я просил свою будущую жену, на которой я женат уже много-много лет. Если спросите цифру, я вам не скажу, это очень долго. Я даже удивлен, что эти годы так быстро пролетели для меня. Но вот, что я удивился, и это удивило меня очень сильно, тому, у кого нужно просить руки. Я просил у того, кого любил. А нужно просить руки у отца. Вот это было для меня шок. Я когда слушал, я просто подумал, это не может быть. Как же так? Я люблю-то эту. А почему я должен просить у отца? И вот он идеал. Вот он идеал. Надо идти просить руки у отца. Ну, если вы посмотрите все старые фильмы, то там всегда так и происходило. И раньше во всех книгах так было, и сегодня просто вообще не так. Но вот в чем идеал. Когда ты приходишь к тому, кто имеет власть на твоей будущей женой, или, может быть, не женой, ты входишь в положение подчинения. И ты говоришь не с ней о своих чувствах, ты говоришь с отцом. Потом отец берет время. И он идет и разговаривает об этом со своей дочерью. И вот что еще более меня удивило. Если дочь кричит и радуется, да, то потом важно, чтобы отец также согласился на это, да. Ну, как бы вам объяснить. Я женат много лет, но родители моей будущей жены семь лет не говорили мне да. И я семь лет ухаживал за ней. Видите, какая тишина. Авторитет, что долго помолвленного человека давит очень сильно. Никто так не мог, да? Нет, мог. Мог, конечно же, Яков мог. Но я тогда об Якове не знал. Что очень важно. Почему это так важно? Если же девушка говорит, нет, папа, он мне совсем не нравится, то отец просто говорит от своего имени, от своего лица, не от лица девушки, не называя даже причину, защищая и покрывая ее от этого разговора. Поэтому у некоторых братьев там есть дочери, так что, знаете, к вам кто-то придет. И это самое страшное, потому что отцы, они чувствуют потерю такую, которую невосполнимо, наверное. И отец, конечно, он решает отдать ее. И помните, вот это красиво. Почему отец именно должен подвести ее в белом, именно под венец, так красиво все. Почему? Это все из христианства. Это все как раз помолвка. О помолвке мы читаем в Библии не так много. Мы читаем об обручении, что Иосиф был обручен с Марией. Для иудеев вот этот момент обручения это уже брачный союз. То есть это вступление в брачный договор. Важно понять, чем помолвка не является. Помолвка не является дружбой. Вот люди дружат, например, и симпатизируют друг другу. Это еще не означает, что они помолвлены. Помолвлены, чтобы вам было понятно, и сколько длится помолвка, сразу скажу. В разных церквях по-разному, но в не меньше трех месяцев, ну и стараются так, чтобы вот как, как бы от до полугода или года. Но это вы должны понимать, что в это время этот молодой человек, вот почему некоторые спрашивают, а девушка-то что, не может сделать предложение руки и сердца? Мужчина, ну мужчины они такие сейчас. Ловите меня, я один. Охотьтесь на меня. Нет. Именно мужчина должен идти и говорить с другим мужчиной о серьезности, серьезных намерениях. Это он намерен строить супружество. Третий пункт, который я улетел, но вспомнил. Мужчины, запомните. Молодые братья, вот вы, если вы не женаты, никогда, как бы сказать это корректно, не играйте в дружбу с сестрами. Вы будете пламя, которого не подозреваете. В детстве моих детей один был мультик «Мулан». Так вот, там есть хорошая песня. В этой песне «Мулан» поют. Зачем родятся девочки, чтобы замуж выходить. И к этому всегда готовой надо быть. Потому что вы только пошутили, вы просто сказали, вы просто улыбнулись, вы просто сказали «Привет, у вас красивая прическа», вы жених. Это практика жизни. Некоторые потом, мужчины думают, что очень, я ничего не подозревал. Это правда. Это очень больно иногда мужчины, просто у них и ничего на уме-то не было. Я приведу вам пример, как смотрят мужчины и женщины на самый, так скажем, распространенный грех в современном мире. Самый популярный вот сейчас это, ну так скажем, грех в мире, который мы видим, он называется так – гражданский брак. Гражданский брак. То есть люди считают, что тогда, когда они сожительствуют, у них гражданский брак. На самом деле, этот грех называется блуд. Приведу вам пример. Сексуальное отношение до брака – это блуд. В глазах Бога. Прелюбодеяние – это сексуальное отношение с другим партнером, когда человек уже в браке. Вот в чем разница. Но вот в чем разница мировоззрения на гражданский брак или на блуд улучшен, на гражданский брак. У мужчин и женщин. Женщины, живущие в гражданском браке, 90% верят, что они замужем, находясь в таком сожительстве. 90% мужчин в гражданском браке, они считают, что они не женаты. Они полностью свободны. Вот это разница. Когда одна думает, что она замужем, другой абсолютно уверен, что он свободен и холост. Самое страшное, что это проникает сейчас в церковь. И люди, которые пришли из мира в основном и не воспитанные церковью, для них говорить о помолвке, для них как в кино, это как бы уже, если я сказал, я уже женюсь. Друзья, самый главный принцип помолвки, почему он был так долг, у евреев это было год. И вспомните, что Иосиф хотел отпустить Марию, когда узнал, что она имеет от Святого Духа, потому что у иудеев время помолвки, оно почему и было, не меньше года, чтобы увидеть святость взаимоотношений. Никаких близких, интимных контактов быть вообще не должно быть. Почему? Ты должен уважать того, кого любишь. главный принцип брака, любовь, союз двух сердец, защита и опора. Самое интересное место, которое я знаю о браке, находится в послании Коринфянам. первое Коринфянам, седьмая глава, седьмой стих. «Но, ибо желаю, чтобы все люди были, как и я, но каждый, имей свое дарование от Бога, один так, другой иначе». В этой главе Павел раскрывает сущность брака. И вот, когда меня спрашивают, какой духовный дар я должен в себе найти в первую очередь. Друзья, первый духовный дар, который ты должен в себе распознать, он абсолютно прост. ты либо как Павел, либо ты не можешь быть как Павел. Посмотрите, чуть выше он говорит. «А о чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины, но во избежание блуда каждый имей свою жену и каждый имей своего мужа». Брак защищает от вот как как раз того, о чем мы говорили, что называет современное общество свободным или гражданским браком. Избегай блуда. Избегай блуда. И жена, и муж это защита от этого греха. И первый дар, который ты должен распознать, то есть ты же можешь без жены или без мужа, если нет, то тогда тебе необходимо понять, как выстроить свои взаимоотношения. И очень важно увидеть, что брачный союз и Лизавет, он строится прежде всего на служении друг другу. На служении друг другу. На служении друг друга. Очень важно, я надеюсь, была уже тема кого выбирать. Была тема кого выбирать и как выбирать. Да, вы все уже знаете кого выбирать. Запомнили, кого выбирать. Вот никого не надо выбирать, а вот надо запомнить, кого надо. Кого надо. Однажды ко мне подошел молодой человек, сейчас он уже более, более, более зрелый человек, так скажем. И он тогда спросил меня, скажи, пожалуйста, какой, как мне найти девушку, на которую бы я мог жениться. И у меня есть только один совет, который есть в Священном Писании. Жена должна бояться Бога больше, чем ты. Он очень прост. Жена должна бояться Бога больше, чем ты. Если ты найдешь такую, иди к Отцу, так бы сказал я сегодня. А тогда я сказал, хватай все и умоляй, чтобы она вышла за тебя замуж. Он, в общем, послушался. Много кто спрашивали, но этот один применил. И я наблюдаю за ним и его большой семьей сейчас уже долгие годы. Удивительно, но жена боящаяся Господа достойна похвалы. Жена должна бояться не мужа, она должна бояться Бога. Брачный союз, как я сказал, это не союз двух половинок. Ну, ты верь, а я не верю. Сейчас даю совет, я узнал что-то новое за эти годы. Сестры, как определить, что вот тот, который за тобой ухаживает, оказывает знаки внимания, вроде бы он верующий в церковь ходит, сидит здесь рядом и глазки строит, и ходит за тобой неотрывно, и вроде бы уже серьезен. Ну, как его проверить? Первый тест. Если он его провалит, беги от него. Не к нему, от него. Если для него Ян Креститель написал Откровение и Евангелие, беги от него. Он ничему не сможет, если ты не понимаешь, тебе рано в брак. Некоторые они приходят очень воодушевленно, они просто пришли сюда, вот здесь вот все, вот здесь верующие, здесь такие люди замечательные. Как определить верующего от неверующего? Верующий человек, это не просто который приходит на собрание, а который знает эту книгу. Кто такой муж? Это тот, кто обязан учить свою семью, наставлять на истину, заниматься этим всю жизнь, чтобы у вас не было разочарования в старости от своих детей, от своих внуков и правнуков, вы должны учить, а для этого изучить сами эту книгу быть трудолюбимым и рассказывать и говорить с ними. И если же он не знает отличия Иоанна Крестителя от Иоанна Богослова, если ему скажешь, найди вторую главу в книге Иуды, и он быстро начинает открывать и искать, и он так Бога любит, и удивлен, что нет второй главы у Иуды? Видите, вы как замолчали. Божье Слово стоит в основании вообще всей христианской жизни. Не просто его цитирование, его чтение, увлечение, нить, нить, которую Бог нам дал, это Священное Писание. Мы должны понимать, что помолвка начинается с этого. Если два человека не Бога боязнен, вы пришли, вы думали здесь, ну вот люди, сколько я видел разочарованных людей, Боже ж ты мой. Это не просто юные люди, вы поймите, что люди более зрелого возраста, иногда по той или иной причине остаются одинокими, вот в моей церкви такая ситуация, и женщина уже достаточно зрелых лет, и за ней пришел из мира какой-то мужчина, еще более зрелых лет, и он такой так ухаживал за ней и все, и цветы дарил, и все. И он говорит, ну пастори, ну что мне делать? Я говорю, я не говорю молитесь, я просто ей говорил нет. Он говорит, мне так нравится, он так ухаживает. Мы уже взрослые люди, дни заканчиваются. чем все закончилось? Он конечно добился своего, она не устояла, и разочарование, которое у нее сейчас, просто очень страшное. Потому что для него все без разницы его убийства. Ну, если ты женишься на пустышке, человек, у которого неинтересны духовные ценности, ты будешь разочарован. что такое помолвка? Помолвка, это когда ты приходишь и уже ты понимаешь, что ты готов сознательно терпеть все эти трудности, которые будут с этим человеком. Есть один принцип, который я научен со своей духовной юности, он звучит очень просто. До брака, до брака ты должен смотреть на того человека, на котором ты хочешь жениться, но раскрыв глаза. После того, как ты женишься, ты должен эти глаза прикрывать. Ты должен этого человека защищать. Если ты начинаешь жаловаться, в некоторых церквях расторжение помолвки невозможно. Невозможно. В Германии только в конце прошлого века было отменено расторжение помолвки. Почему? Потому что помолвка считалась юридическим документом. Поэтому человек, который думает о том, чтобы связать себя с кем-то узами супружества, должен серьезно к этому подходить. Вот почему это не просто союз двух любящих сердец. Вот почему нужно говорить с отцом. Потому что тебя должны просветить со стороны. и ты входишь не просто созидаешь свою какую-то семью, но ты также продолжаешь прошлое. Поэтому это крайне важный момент. Пусть Бог благословит всех тех, кто собирается в этом. Очень важно, что нельзя в помолвке. В помолвке нельзя компрометировать друг друга. Нельзя. Некоторые люди говорят, у нас же все, до свадьбы. Ничего страшного, если вы воздержитесь. До свадьбы нельзя ничего. Вот так. Нельзя оставаться наедине. Ну мы останемся, посмотрим кино. Нельзя. Ты компрометируешь себя. ничего не будет. Мне нравятся слова одного мужчины, который своим нескольким сыновьям говорил, никогда не оставайтесь в комнате один на один с другой женщиной. Никогда. закрытой дверью. Никогда. Почему ты себя не знаешь? Так говорил этот мудрый человек. Он говорит, вы не уверены в своих детях? Нет, он сказал, я не уверен в себе. вы не знаете, что может произойти. И один шаг, и я как пастор могу вам сказать, столько судеб сломались просто потому, что люди были нетерпеливы. Они пытались жить как мир в гражданский брак или в блуд. Когда сегодня говоришь об этом с людьми, то люди как бы не понимают. «Ну какая разница, сегодня мир живет?» Друзья, девушкам скажу, девушки, если мне очень много, когда я преподавал здесь несколько лет назад, мне братья просто приходили и говорили, спасибо за то, что я скажу вам. Всегда смотрите, как вы выглядите. Вы должны заботиться о том, чтобы мужчины не соблазнялись, глядя на вас. Почему-то тихо. Даже иногда страшно, если вы так приходите в церковь, как вы ходите по городу. Без святости никто не увидит Бога. Невозможно строить что-то не святыми методами. На что надо смотреть в помолвке или до помолвки? Прежде всего нужно смотреть на характер. На характер. Очень важно помнить об этом. Мне всегда нравится Авраам. То, что меня впечатляет в Аврааме, то, что он был старше своей жены лет на десять. И то, что очень интересно, они как-то ладили. Хорошо ладили, не ссорились. И за исключением нескольких таких страшных проблемных вопросов, она его очень сильно уважала. И когда Авраам пожил в Ханаане и посмотрел на людей, окружающих его, и у него один-единственный сын, вот вдумайтесь в это, он говорит своему слуге, иди к Лавану, иди туда, и не возвращайся. И этот слуга идет, и он молится Богу, и находит, вы поймите, то, что он нашел, то, что он нашел, потрясает. Она никогда не знала о Исааке. Никогда о нем не видела. Но вот, что очень важно, обратите внимание, она целостная личность, абсолютно целостная, настолько целостная, что является для всех женщин примером. Она была настолько трудолюбива, она была настолько трудолюбива, что напоила верблюдов. Она была настолько решительна, что она сразу согласилась выйти замуж. почему? Некоторые говорят, так она его не видела. Нет. Она знала Авраама. Кто такой Авраам? Это очень важный пример для всех нас в этом вопросе, как помолвка. Надо смотреть на то, не как к тебе относятся, а как, например, дочь относится к отцу. Она по-другому не сможет. Если она отцу дерзит тебе, она вообще навтыкает. Она скажет тебе то, даже самые скромнейшие дочери своим мужьям могут сказать то, что никогда не скажет отцу. Точно так же и молодой человек. Надо смотреть не просто, как он ухаживает за тобой. Может, он тебя просто добивается, как но очень важно понимать, как он относится к своей маме, как он относится к своей сестре. Если он там, то и тебе достанется. Это очень важный момент. Этот брачный союз крайне важен. Почему? Потому что в десяти заповедях есть две скрижали. Первая и вторая. Первая скрижаль относится к Богу. Вторая относится к человеку. Так вот, почитай отца и мать не находится на человеческой стороне. Она находится на божественной по одной единственной причине. Потому что именно родители являются связующим нашим звеном с Богом. И когда вы собираетесь вступить в брачный союз, важно это помнить. То, что в вашем союзе будет Господь. И ваши дети, внуки и правнуки должны видеть не вас, они должны видеть и зреть Бога. Все в Библии показано через брачный союз. Обратите внимание, что происходит с Хамом. Хам посмеялся над своим отцом. И когда Ной проснулся, он проклял Ханаана, его внука, своего внука, проклял своего внука за то, что тот посмеялся. И Хананеи были самые развращенные над всей той территорией. Филистимляне и все остальные, Ваалы, Астарты. Кто придумал? Именно потомки Ханаана. И наоборот, потомки Сифа благословения. И Афет благословения. Обратите внимание, все Бог показывает нам через призну брачного союза. И помолвка это первый шаг туда. Выбор сложен. Иногда очень важно помнить, помолвку можно разорвать. Это сложно, болезненно, да, но помолвка не брачный союз. У меня был один товарищ, с которым я учился давным-давно, более двадцати лет назад, почти двадцать пять лет уж скоро будет, учился я вместе с ним. Так вот, когда я встретил через два года, я уже был женат, и я спрашиваю, ну, Виталий, как дела, как ты, ты же собирался на ком-то женился. Жениться он говорит, шесть раз уже собирался. Я говорю, как так? Он шесть раз объявлял помолвку. Не то, говорит, не то. Все уже, говорит, присмотрелся, не то. Ну, надо отдать должное, он холерик. В моей жизни я встречал только три раза холериков. Это один из них. Ему не знаю, кто по темпераменту нужен, чтобы остудить этот пыл, или каскальки он остынет. Но, знаете, казалось бы, да, страшно, но это гораздо лучше, если бы он разбил чьи-то жизни. Это очень важно понимать, что помолвка это как бы подготовка уже к брачному союзу. К брачному союзу. Время, как я сказал, от трех месяцев до, как написал один автор, до бесконечности. Нам кажется, ну, это, да, это так весело, вот, здорово. Но человек, который это писал, он говорил, в моей церкви были ситуации, когда муж, ну, не муж уже, а человек, который объявил помолвку, и он ушел на войну. И он был на этой войне 23 года. И он вернулся оттуда. И эта женщина его ждала. И он пришел и женился на ней. Были другие времена, когда сегодня ты говоришь об этом, люди такие, да вы что, почему? Ну, я хотел бы вам задуматься о вашей вере, потому что для христианина данное слово это что-то должно значить. Что такое вообще брачный союз? Это когда ты даешь свое слово другому человеку, и за это слово ты кладешь свою жизнь. И когда ты в этот завет входишь, ты выйти уже не можешь. пока смерть не разлучит вас. И, конечно же, когда люди так не хотят жениться, они обычно выбирают самое лучшее. Снова тишина. важно понимать, что брачный союз это служение друг другу в подчинении у Святого Духа. в послании к Ефесянам написано об этом. И к этому надо готовиться заранее. Если вы не можете подчиняться Святому Духу сейчас, как вы будете там, когда тебя будет раздражать этот человек, которого ты любишь, нервировать? Ведь важно помнить, что жена, впрочем, как и мама, это не та, которая за тобой прибирает твои носки, готовит тебе еду, воспитывает твоих детей, все по дому делает, а ты только приходишь с работы, деньги бросаешь, я устал. У тебя домработница просто на службе. Ты должен оставлять ее словом, ты должен разъяснять ей писание, ты должен говорить с ней, ты должен проводить с ней время, ты должен быть с ней, ты должен думать о ней больше, чем о себе. Если она плачет, Бог не слышит твоей мольбы, небо закрыто, хоть запастись, если жена плачет. в брак стремятся всегда только женщины. Мужчины туда идут из-за необходимости быть сильными и похожими на Христа. Мир, он женится, потому что она лучшая, вот она такая, он выбирает ее под свои параметры. Христианин женится, потому что он видит того, о ком он может заботиться и служить, кому он может отдать свою жизнь и свою энергию, разделить с этим человеком все тяготы длинной, а может и короткой жизни, но пройти с верой в Иисуса Христа. И все начинается с помолвки. Помните, что важно смотреть, на трудолюбивость. Мужчина, если не работает, он плохой супруг, потому что женщина, мужчина будет приходить и говорить, что-то меркантильная у меня жена, деньги ей нужны. Жене необходимо, чтобы ты своей жизнью показывал, что ты ее любишь, любишь ее детей. Ты заботишься, что вы не умрете с голода. она Бога не знает, она Бога не ищет. И если ты говоришь, Бог позаботишься о нас, то ты врешь. Ты должен сказать, я пойду и буду возделывать сад. Я учился, работал. Если он сидит только у компьютера, играет только в эти игры, смотрит только новости, это только все, что его интересует. друзья, то, что у вас будет, потом вы будете плакать над своими детьми и внуками. Почему им не интересен Бог? Сегодня просто проблема. Откуда она берется? Берется только именно отсюда. Отцы должны показывать, а это мальчики или юноши или мужчины, которые хотят вступить в этот союз, которые будут показывать своим примером всем Христа, не просто на сценах, а дома. Я был на одной конференции и знаете, просто был потрясен, когда пастор рассказывал, там в той стране, где он пастор, учится очень долго и много раз можно уйти с этого пути, в нашей стране совсем по-другому, но он рассказывал, когда он учился, он был в одной церкви Шотландии, он был помощником старшего пастора, и пастор заболел, он говорит, я должен был в воскресенье вести утреннюю, вечернюю проповедь, я решил, буду говорить о молитве, и когда говорит, я хотел уже на второе собрание, узнал, а я только приехал, что там есть молитвенное собрание перед собранием, и я пошел туда, и там были одни мужчины, и я подумал, я сегодня говорю о молитве, я вышел вперед, первый как пастор, помолился очень коротко, и говорит, абсолютно безответственно, и сказал какие-то простые слова, как когда мы молимся за пищу, так он сказал, а господи, тра-та-та-та-та-та-та, все хорошо, и все, слава богу, сегодня проповедь о молитве, благослови нас, аллилуйя, аминь, он такой позитивный, вышел, сказал, молодой, и там были другие мужчины, они молились по-своему, совсем не так, как у нас, у них стоял стул в середине комнаты, в этом здании, и каждый переподходил и склонялся, вставал на колени и молился, и этот пастор рассказал, когда они стали молиться, эти простые рабочие, строители, шахтеры, водители, я, стоявший там в этой комнате после своей молитвы, чувствовал, как пот текет по мне, я просто чувствовал, о чем я могу говорить с этими людьми, которые говорят с Богом так, что меня пронзило насквозь, это Богопознание, святость так и струилась там из этих благословенных мужчин, каждый из них молился так, я вышел, прочитал свою 15-минутную проповедь и ушел, это был самый сильный удар по моей вере, говорит он, я думал вообще отказаться, и думал, что я не призван Богом быть пастором, целый год во мне была борьба, потому что я встретился с теми, кто на самом деле верил в него. Знаете, я молю Бога, чтобы и вы, и я на кого-то своей молитвой оказали такое же влияние. Все начинается с семьи, когда я стал спрашивать, говорю, где вы так научились молитвы? в семье. Семья основа всего, это основа твоего счастья, ни работа, ничто, семья. Когда ты увидишь это глазами Бога, ты поймешь, ты будешь радостно возвращаться, если ты муж, ты будешь счастлив, что ты женат на этой женщине. Почему? Потому что жена это дар от Бога. И если тебе досталась плохая жена, это тоже для тебя дар. Как говорит один мой товарищ, чем лучше алмазный брусок, тем острее нож. мой точильный камень, говорит, он вращается так сильно, что я не теряю остроты всю свою жизнь. Даже если я упаду, я всех пораню. Потому что моя жена, с которой он в браке больше тридцати с лишним лет, совсем непростой человек. но другого мне и не надо. Когда я узнал это, когда я увидел ее совсем маленькой и юной, и у меня хватило смелости и мужества прийти к ее отцу, заявиться в своей единственной рубашке, меня долго не хотели принимать. но спустя время отец сказал, ну раз он уж так сильно хочет мучиться, раз уж он такой смелый, почему бы не дать парню шанс. В этой семье потрясающее взаимоотношение. Там, судя по всему, дед тот еще кадр. когда он смотрит на свою внучку, он говорит, мало найдется наездников, которые смогут объездить эту лошадку, она может весь табун либо на небо увезти, либо в ад. как удивительно, что все это начинается с помолвки. Все великое начинается с чего-то малого. То, что я хотел, чтобы вы запомнили. Храните взаимоотношения в помолвке, в святости. Дорожите друг другом. Не оставайтесь наедине. Уважайте своих родителей. Другой великий проповедник, он женился в 30 с лишним лет, он жил в другой культуре вообще, то есть он американец, а женился на индианке. Потрясающий брачный союз, потрясающий, великолепный, разница в возрасте по-моему лет тоже 12-15. Я никогда не думал, что так возможно. Он служил у индейцев в Перу. Я думаю, то еще приключение. Поехал туда, служил, встретился с ней, полюбил ее и пришел не к ней, пришел к отцу, ее отец, неверующий. А отец сказал нет. И он принял это нет. Спустя год он пришел снова. И вот, что сказал этот неверующий человек. я не верю ни в вашего Иисуса. Не в то, что вы говорите, но то, что я вижу в жизни, меня потрясает больше, чем то, что я слышу. твоя доброта, твое терпение, они растопили даже мое сердце. И, конечно, он дал разрешение на этот брачный союз. Потому, что всем отцам хочется, чтобы их девочки были защищены, были сохранены, были не брошены. Друзья, все начинается с помолвки. Знаете, я хотел бы помолиться именно о том, чтобы у тех, кому надо была бы смелость и терпение. Отец Небесный, мы благодарны Тебе за возможность говорить об этих вещах прямо и открыто. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе, Господь, за то, что цель помолвки – это подготовка к браку. Акцент помолвки – это святость. спасибо Тебе, Господь, за то, что Ты на этой земле поставил свой первый институт семью, где мы можем получать поддержку, мы можем получать опору. Спасибо Тебе, Господь. спасибо Тебе, Господи, что брак – это благословение Твое на этой земле. Место, куда мы можем приходить и получать утешение, Господи, мы просим Тебя за тех, которые там будут еще. Мы просим, чтобы они не спешили, сделали все правильно, чтобы они были работящие, трудолюбивые, Господи, не сгорали бы от похоти, а старались бы явить свою любовь. Благослови, Господь, пусть Твоя благодать и милость, Господь, будет с этим любовью. Благослови тех, кто уже в супружестве, благослови тех, мужчин и женщин, которым иногда так трудно, Господи, которым так трудно. Но, Господи, пусть они помнят, что у нас есть Святой Дух, и когда мы Ему подчиняемся, нам всем легко. Ты даешь нам помощь, и дай нам быть негордыми людьми в нашем браке, в нашем завете, и дай нам служить друг другу. Я молю Тебя, Господь, чтобы мужья любили своих жен, как Христос возлюбил церковь. Я молю Тебя, Господь, ведь Ты собрал нас из разных народов, из разных языков, Господи, таких разных абсолютно. Спасибо Тебе, Господь, спасибо Тебе, что Ты сочетаешь мужчину и женщину. и это никто не может разлучить. Спасибо Тебе за детей, которые Ты даешь всем, и спасибо Тебе за них. Дай нам служить им, Господи, дай нам не огорчать их, дай нам, отцам силу и святости, Господи, поддерживать их. Господи, благослови нашим душем. Благослови жен эти немощнейшие сосуды, такие прекрасные, такие великолепные, которые так любят Тебя, в которых есть страх Божий, которые иногда слушают нас, деспотов, мужчин, которые могут повышать голос, кричать, Господи, прости нас, что мы так часто огорчали. Прости, что небеса закрыты над нами, Божий. Прости нас. Дай нам, Господи, не просто любить в брачном союзе друг друга, но любить Тебя, являть Тебя этому миру. Являть Тебя, не задумываясь, об этом. Это величайшее средство проповеди, Господи. Дай нам силы Святого Духа, дай нам подчиняться, Господи, Тебе, Святой Дух, подчиняться, ставить другого выше себя. И спасибо Тебе за время на этой земле. Спасибо Тебе за Твою благодать и милость. И любящие Господа скажут Аминь. за тетя. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!